Всем доброе утро, ребята! Я проснулся, сразу вспомнил про праздники, Новый Год, День Святого Николая и сразу побежал на низ наряжать ёлку. Папа принёс уже с садового домика ёлку, она у нас там хранилась. А кот дикий. Всё лето, осень и весну. И папа её принёс, а кот уже увидел что-то новое, какая-то коробка, что-то в ней интересное и начал деребанить нашу ёлку. Тише, срочно нужно её доставать, наряжать. И я предполагаю, что кот не даст спокойствия этой ёлке, что будет постоянно играться игрушками, будет их сбивать, мы будем цеплять постоянно. Но ничего, что поделаешь? Он пока ещё маленький, ему нужно играться. Смотрите, смотрите прикольный. Там ли кота? Ты куда тише кусаешь? Я тебе, когда мтишь. Ты должен ему объяснять, что кусать тебя нельзя. Он должен знать, что тебе больно. Любишь я? Смотрите, как наш Симба вырос. Это уже не хухры-мухры, ему уже три месяца. Тише, где наш Даня? Скажи. Спит, наверное. Спит, наверное? Пойдём его будить? Да. Сейчас я запишу кусок. А ещё это стоит посредине комнаты, коробка с игрушками. Кто её разрисовал, Тише, ты не знаешь? Не знаю. А я знаю. Наверное, ты, сынок. Это, может, получился крош. Да? Ты помнишь это прямо? В общем, она забита игрушками новогодними. Ёлка у нас большая, игрушек у нас много. Мы уже вчера с Тишей начали декорировать дом. Покажем стену, что мы сделали? Давай. Стену и мою комнату. Давай. Смотрите, что у нас на этой стене. Включи свет. Мы наклеили сюда такие серебристые наклеечки. Вот такие вот. И наша вся стена серая, она усеяна вот такими вот красивыми серыми снежинками. Я маме говорила, надо вот эту серую сделать белыми, а вот эту белую делать серыми. А я вот хотела так вот, чтобы было так нежно, красиво и ненавязчиво. Пойдем покажем еще твою комнату. Тиша мне вчера говорит, мам, ну давай наряжать. Я говорю, Тиша, так устала за целый день. Давай будем наряжать завтра. Он говорит, нет, сегодня. Я говорю, ну иди наряжай, снимать уже будем завтра. Ой, а вещи разбросаны. Ну ладно, это Тиша так одевался сегодня. Что, показывай. Как ты красиво наклеил. Умничка, смотрите. Взял наклейки и сам расклеил, сам наряжал свою комнату. Смотрите, между прочим, я тут, например, зима, да? Да. В этой части комнаты зима. Там уже дальше в коридоре не зима. Пойдемте покажу вам кое-что. Покажешь? А вот уже у Тишки гирлянда светится, вы видите. Смотрите, вот, холод отсюда дает приморозок такой. Красиво же? У тебя вообще комната уютная. Мне нравится в твоей комнате. Очень красиво. Только вещи давай ты сейчас уберешь свои. Посмотрите, как он одевался. Он сначала одел шорты и футболку. Пришел, я говорю, Тиша, это как-то не по-новогоднему. Мы же елку будем наряжать. И он пошел, нашел пижамку, напялил шапочку. Такую Дед Морозовскую, да? Давай ты вещи свои уберешь и приходи, будем наряжать елку, окей? Нет, я придумала. Пойдем еще Даню разбудим. Пойдем? Наш Даня, он еще тот сплюн, конечно. Вдрыхнет. Что и требовалось доказать. Дань, просыпайся, тяни его за ногу, тише. Просыпайся, а. Доброе утро, пойдем елку наряжать. Мы вообще-то можем и без тебя справиться, но так как уже и так достаточно поздно, вставай завтракать, мы уже все позавтракаем. Нет, мам, тут круто у него. Мам, я себе тоже-то хочу такой твердый матрас. Твердый? Давай перевернем. У тебя матрас точно такой же, как и у Дани. Давай. Давай катай ему под одеяло. Тише. Давай. 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 Вообще, Даня не пускает кота к себе в комнату. Мы не стараемся их вообще пускать в свои спальни кота. Ну и лайкосика, и симбу, потому что кровать, это гигиена. Постель должна быть чистенькой. Хоть мы и делаем проглистовки, делаем прививки, но как-то так у нас повелось. Кот живет у нас на первом этаже. Он, если хочет, может прийти в гости к нам, да? Да. Но Даня не любит, когда он что-то царапает здесь у него. Гирляндой начинает играться. Даня говорит, он ее порвет, покусает, она перестанет работать. Идемте, пойдем на низ. Даня, мы тебя ждем. Ну, тише. Пойдем. Я елку наряжать не буду. Пойдем. Ну, тут круто. Тут твердый матрас. Я люблю, мам. А Новый год... Ну, это будет моя комната, а то не то. А Новый год через 12 дней. Пойдем, сынок. Елку наряжать, конечно. Идем. А завтра Святого Николая. Если вы хотите, чтобы мы сняли, что Святой Николай подарит Тише и Дане, обязательно пишите в комментах. Потому что Тиша говорит, нужно снимать, нужно снимать. Я говорю, а что там снимать? Ну, пришел Святой Николай, ну, подарил какую-то мелочь, какие-то подарочки. Обычно он канцелярию какую-то дарит, мелкие подарки. Подписчикам, может, интересно, что мне дарит Святой Николай? Я думаю, что ты больше хочешь поснимать для того, чтобы память была для тебя. Я думаю, что подписчикам интересна наша жизнь. Ты так думаешь? А давай мы их спросим. Да. Если вам интересно смотреть наши влоги, то, как мы проводим время в доме, ну, то есть блог, влог, да, чтобы мы снимали, обязательно напишите в комментах и ставьте лайкосик, если вам интересно. Вот почему Даня не пускает кота к себе в комнату. Он уже грызет ему зарядное от телефона. Что грызет? Уже не грызет. Симба, Симба. А, вот, смотрите, как он любит играть. Давай, Даня, еще. Это я вообще-то. А, это ты? Такой хищник. Красотулька. Не знаю, почему, очень люблю этого кота. Лайкосик наш так и не вернулся. Кто внимательный, тот слышал. Кто невнимательный, тот пишет в комментах. А где ваш тот кот? Наш кот пошел гулять и не вернулся. Мы не знаем, где он, но, скорее всего, он уже и не вернется. Поэтому мы взяли другого кота. Нам нравится, когда есть животное в доме, потому что это какая-то такая вот энергетика добрая, хорошая. Иногда ты чем-то озабочен, а смотришь на эту милую мордашку и забываешь обо всем на свете. Тиш, пойдем на первый этаж. Мам, Даня, как круто. Я вас жду внизу, давайте. Ладно, я пошел. Плюс сделки в том, что она быстро раскладывает. Вот, кстати, коврик под елочек. Это мама купила. И носочки есть, которые нужно развешать у камина. И есть специальный декор, который мы цепляли на перила. Как я это плоским. Папа нам помогает сейчас установить елку, потому что она достаточно тяжелая. Ну, Вова, она килограмм 30, да? 40, может, я не знаю. Ну, тяжелая она, да? Или это я придумала? Я помню, что она тяжелая, эта коробка. Она настолько тяжелая. Да. Ну, габаритная. Но мне будет нелегко это сделать. Для меня это тяжело будет. Вот коту забава будет. Кот любит, когда мы что-то новое достаем. Сердака, да? Вот коту будет еще не играться. А еще очень круто, что в этой елке встроена гирлянда. Она прям как будто бы запаяна к этим веточкам. Снегом присыпана. Мне эта елка очень нравится. Я прям тащусь. Уже который год мы ее устанавливаем. И я считаю, что эта елка офигенная. Сейчас вы увидите, кто может с нами недавно. Кто не видел нашу елку, вы сможете оценить. Тиш, что ты сделал, сынок? Ты такой уже взрослый мальчик. А так балуешься, Тиш. Между прочим, вот вспомнила. Увидела в прошлом году вместо носкова такие вот прикольные штучки, которые цепляются у камина для конфет. Мне они очень понравились. Один мороз туда конфеты положить? Я думаю, что да. А, но только, наверное, не шоколадные. У Дани на шоколад аллергия. Ну, это же Даня будет в русалке мне. Ну да. А мы Дане, наверное, желейные конфеты какие-то положим. Или мы попросим Деда Мороза все-таки шоколадные, а шоколадные будем подъедать мы с папой. О, хорошие девочки. Это хорошие девочки. И со мной. Эй, а ты при чем здесь? У тебя свой подарочек будет. Спасибо, папа, что ты нам помогаешь. Вот я бы даже не знала, что там нужно что-то куда-то закрутить. Знаешь, я бы установила, но это было бы не настолько надежно. Ах, вот оно что, посмотрите. Сейчас, когда раскладываешь елочку, эти все шурупчики, они раз так раскладывались, и все. Вот. Это елка-трансформер. Опа! Дубль два. Это вторая. Есть три части в елке. Вторая часть, это серединка. И верхушка. Какая же она у нас красотулька, да? Тише все помогает. Он уже нам надоедал, как муха бегал возле нас. Не знаю, сколько дней. А ты там все расправил. Да, я все сделаю. Нужно только гирляндочку подключить, да, наверное? Кот, ну что, тебе нравится, что столько всего нового на полу валяется? Правда? Балабончик нашел уже. Играется. Ты кошарик наш любимый. Я помню, как мы покупали вот эти вот игрушки. Наш любимый кошарик. Я еще делала вот так вот, типа они отдыхают ночили. Мы дождались нашего Даню. Тише, Тише, забрал ножку, пожалуйста, с ящика. Сынок, смотрите, какие у нас игрушки красивые. Это же произведение искусства. Ну неужели игрушки на елку могут быть такими? Просто очень красивые. Итак, мы наряжаем елку. Игрушек у нас много, целая коробка огромная. Поэтому, наверное, все правильно сделать, отдадите, игрушки, все дела. Смотрите, снизу самые крупные игрушки, кверху мы идем все меньше, меньше и меньше. Так, Тань, погоди. Мы же можем облегчить нам задачу. Мы просто можем взять так, как в прошлый год. Ну давай. Нет, тот способ уже не работает. А что? Ну не знаю, он работает только один раз. Понял. Я предлагаю другой метод, который точно сработает. И пап, коробку высыпать надо. Так, а ну отходите, я сейчас вам покажу. Папа покажет вам волшебство. А ну-ка. Так, смотрим. Один. Два. Три. О, смотрите. Обалдеть. Вот и все. Так это каждый раз просто можно новый способ придумать, правильно? Ну да, придумаешь и мы делаем. И не тратишь на это несколько часов. Так, а кто будет зажигать елочку, а? И я. Давай. Ага, он елку обнимает. Да. Сейчас, погодите. Раз, два, три. Елочка, гори. А что она не горит? Вместе стоять надо. Я потом и сделаю. Тише, включить нужно переноски в розетку. Наш Тиша за елкой включает гирлянду. Есть. Горит. Ура, ура, ура. Надо сделать вот так еще. И пока елочка такая свеженькая, еще кот ее не потрепал. Да. Можно вставать и делать быстро фото. Короче, елка у нас получается очень красивая. Очень красивая, смотрите. Я вот такая. Идет мороз, и снеговик, и все. Так, ну что ж, мы начали только наряжать дом к Новому году. Тише. Мама, а представь, что я с ней... Я такой, о, а что же у меня под елочкой? И что там корсар 13-х горит, и я такой, ооо. Так, ну что, я предлагаю кидашу наряжать. Если что, может быть под елочкой неожиданно, это кот, потому что ему нравится нам вот это вот подстилки, ну, которая застивается на ножки елки, вот. Ему нравится там лежать. А он сейчас там есть? Ну, за что. А, ну ладно. Ребят, это только начало. Нам нужно еще подключить гирлянды на улице. Мы с папой уже их цепляли. Осталось только подключить. Потом вцепить еще веночек на дверь. Ну, это там были вообще-то самое начало, но самая главная деталь, самая важная такая, ключевая. Так, без чего Новый год ну никак не состоится, если нету елки в доме. Смотри, пишите свое мнение, что лучше, когда я спросил. Раз, два, три, Симба, выходи! Ну ладно, не буду спрашивать. Что ты хотел спросить? Тише беремил? Хотел спросить, что лучше? Ваше мнение хотелось спросить. Обычная елка или искусственная елка? Лично я считаю, что, конечно же, искусственная только потому, чтобы не срубывать настоящие деревья, настоящие елки, сосны. Ну, вообще, я сам не обередаю. А кто это такой мимимишный, там под елочкой сидит? Любит Тише. Вот он Тишку так любит, он ему личко облизывает, покусывает. Ну, какая-то очень нежнятинская любовь у маленького Симбы к тебе, да, Тишка? У него там, знаете, как в лесу он там гуляет под елкой. Как свой домик, убежище. На самом деле, в том прикол, что под елкой его никто не достанет. Вот именно. Кто-то хочет залезть под елку, а потом вылезти, как вот этот снеговик. Плюс поправлять потом все игрушки и все такое. Даня, вот так глядят эти штуки, у него арту светятся. Парни, предлагаю идти на улицу и подключать гирлянды. Кто за? Венок готов. И мне очень нравится, как это выглядит. Венок, причем не зеленый, как всегда, а такой белый, нежный какой-то. Как будто вы заснежены. Да, так оленя надо подключать, правильно? Да, пап, поможешь нам? Да, я подключаю оленя. Потом подключаем гирлянды по всему периметру. И по всему забору, по всему дому. Первый, второй этаж. И ту, и ту же подключу. Вау, смотри, наконец-то. Я дождалась этого. Как же приятно наблюдать за новогодней атмосферой. Очень классно. И сразу чувствуется Новый год и приближение праздников новогодних. Так, пойдемте подключать уже периметр, правильно? А пошли покажем, что еще у нас за домом стоит. Пойдем, пойдем. Пошли. Мы успели с папой сегодня подключить кое-что, пока дети были в школе. Сейчас вам покажем. Очень интересная штука, короче. Это у нас тут два приятеля. Снеговик и Дед Мороз. Они надувные. То есть снизу стоит насос, который все время поддувает, короче, как на заправке вот эти вот. Вот такие вот такие. Тише, забрасывай Даню снежками. Очень классно, что они притрушены снегом. Так очень атмосферно. Даня, а ты сможешь в Тишу попасть снежкой? Я просто вот думаю, когда у меня... Ах, все. Ну все, Тише, ты нарвался. Торпение кончилось. Ты нарвался, Тихо. Есть! Ты попал, Даня. Круто ты, Даня. Так, ну что, пойдем, я посвящаю гирлянды и встречаю... Холодно очень в руки. Снег уже не такой теплый, как днем. Ты че? Ну красиво же у нас. Ставьте пальчик вверх, кто считает, что у нас правда атмосферно и по-новогоднему. Чего только стоит этот Дед Мороз и снеговик. Смотрите, как мама. Ну еще тише и украсила. Да, смотрите. Смотри, мам. Ай-яй-яй. Я не рассчитал, что она посыпится все на меня. За шиворот. Так, пойдемте. Быстро подключать. Давай. Подключаем скорее. Смотрите, что мы еще успели сделать. Мы с папой полностью из Дании успели нарядить нашей Туи гирляндой. Сегодня их притрусило снегом. Блин, какой снег. Смотрите. Какая-то бойня у вас началась. Идем, Дань, поможешь подсветить, чтобы папа подключил все, что нужно. Тиш, прекрати, сынок. Давай мы сейчас все сделаем, а потом поиграем. Тиш, а между прочим, у меня в машине кое-что интересное есть для тебя, сынок. Слушайте, знаете, что мне вспомнилось? Как мы по двору катались на тюбинге. Нет, Тиш, будет красиво сейчас, когда включим гирляндой. Давай, пойдем подключать. Дань, мне вспомнилось, как мы на тюбинге по двору катались. Ух ты, прочняк. Это было реально прикольно, потому что Даня катал и меня, и папу. Я дабы сказать, что деревья. Ты попал, Тиш. Это был нокаут. Я не заметил, что готовится подстава. Дань, пойдем туда, поможем папе. Я хотел сказать, что еще деревья мы по столбу обмотали. Вот, смотрите, есть гирлянда, да. Это должно быть очень даже сказочно. Я думаю... Давай, мы ждем. Смотрите, сейчас во дворе примерно вот так. Грустно, темно. Только фонарик нам вот подсвечивает. Мы снимаем, подсвечиваем подсветкой. Но, когда папа подсоединит сейчас все провода... Ну, вот и все. Можно идти включать руби. Пойдем. Снег до сих пор... Даня, ты прям помог, ты знаешь, с подсветкой. Ты прям очень помог. Идемте. Идем сюда. Идем сюда. Что скажешь, ребенок восьмилетний. Чик-чирик, я в домике. Аккуратно, Даня. Я так переживаю, когда Даня применяет силу во время игры. Мне кажется, что он не берет во внимание то, что Тиша еще пока недостаточно взрослый. Так, пойдем. Я слышу, что как просто сидел в седе. На счет три. Включается гирлянда. Последнее подключение. Давай. Кто считает? Все вместе. Один. Два. Три. Ух ты. Смотрите, как волшебно у нас. Убалдеть, это очень классно. Это туи заснеженные. Как же это красиво. Я просто обожаю эту атмосферу предновогоднюю. Новогоднюю, да. Знаете, сколько мы вложили труда вот в это все. И не один день, я вам скажу. Наверное, дня три мы потратили на то, чтобы всыпить вот эти все гирлянды. Покажи туи, как красиво светится. Показала? Я показала. Смотрите, эти туи какие наши. Даня бегает. Дурацкий. Уже, наверное, мокрые все, холодные. Вот, мы все на улице сделали. Даня нам не нужен. Знаешь что, забери пакеты в машине, можешь заходить. Я там кое-что купила. Я думаю, вам будет интересно. Да, в багажнике есть два пакета. Забирай. Снимаешь? Давай. Это типа горка, да, небольшая? Так, показываю вам ближе туи. Я предполагаю, что папа захочет еще полетать сегодня на квадрокоптере, чтобы поснимать со стороны, как выглядит наш дом. И в этом году мы решили ствол наших сосен обмотать вот так вот гирляндочкой. Смотрите, как это выглядит. Красиво ваше. Прикольно. Сказочно. И вот наш дом. Снеговитый Дед Мороз приветствует всех гостей, всех прохожих. Даня забирает с машины пакетики, которые я его попросила. Кое-что купила, я думаю, дети обрадуются. К Новому году. Тут чувствуется, что Новый год вот совсем рядом. Такие ощущения классные. Пойдем в дом. Да, и как же круто, что снег выпал, скажи. Смотри, ребенок болтеет. Тише, как тебе, сынок? Круто, мам! Осторожно, я-то видел это, какашки там, кот соседский накакал. Ну и все равно, главное, снег есть. Радостей сколько. Я так люблю, когда дети в восторге от чего-то. Когда настроение у детей хорошее, тогда и мама спокойна. Тише, я кое-что купила? Во дворе у нас тут стало реально классно. Да. Ты знаешь, мы могли бы участвовать в конкурсе на самый красивый дом к Новому году украшать. Ты знаешь, как был снежный ураган. У нас очень красивый. Ура! Когда в школе сонный зимой, и тебя пьедут снежками, решаешь пробудиться. Тише, ну ты даешь, холодно же. Заходи в дом. Веночек, я надеюсь, продержится всю зиму, потому что в прошлом году машина грязная, сынок. В прошлом году мы его крепили именно так. Давай, заходим. Я кое-что купила, я думаю, ты порадуешься, сынок. Идем. Тише, прекрати, снег еще будет, зима только началась, сынок. Пойдем в дом. Итак, мама сказала, что есть тут много чего интересного. И первое, что больше всего в глаза бросается, это вот эти вот шары. Нет, Дань. Громадные. Первое, что бросается в глаза, это шнешки. Ну прикольно. А давай их откроем, посмотрим, какие они. Давай. Смотрите, я когда увидела сегодня в магазине эти шары, я поняла, что я хочу их видеть у себя дома. И я не удержалась, я купила три шара, хочу их цепить, где вот освещение на кухне. Ими даже можно кидаться с этим снежками. Мама, лови! Я снимаю, нет. Я предлагаю снежки рассыпать у елки вот там, вот на полу. Да, класс. А вы послушайте, как они репят класс. Наверное, слышно. Да, я не думаю. Давай рассыпем возле. Давай, давай. Короче, смотри, как прикольно. Я понимала, что у нас много всего есть для декора, для того, чтобы украсить дом. Но есть какие-то такие мелочи, которые мне понравились очень, и я поняла, что нужно покупать. Да, так это не снежки, это елки. Это бантики для... Красивые. Да, 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 я знала. Это бантики для подарочков. А вот это бабочки. Смотри, смотри, да. Смотри, какой класс. Это так прикольно, когда эти снежки рассыпаны. Это все две упаковки, Тиш? Да. Нужно было еще взять. Смотрите, какие игрушки я увидела на елке. Бабочки. Белые. Вот такая вот бабочка. И золотистая. Держите, Тиш. Можешь прицепить ее. Такие еще. С другой стороны есть вот такие вот зажимы. Они крепятся именно на зажимах. Вот такая вот золотая бабочка. И еще цветочки. Держите, Тиш. Золотые тоже. И вот такие вот цветочки. Я не знаю, возможно, их слишком много. Да нет, я не думаю. Там еще есть один цветочек, вот этот, да. О, белый. Слушай, разровняй вот так его. Вот оно все выгибается. Вот, да. Смотрите. Это лотос как будто бы. Это какая-то нежнятина. Я когда увидела, я поняла, что нужно брать. Я даже сниму несколько игрушечек тех, которые с прошлого года. Но я очень хотела обновить немножко нашу елочку. Тиша, показывай, что в этом пакете. А, ну я покажу кое-что. А это упаковочная бумага. Я вот подошла, думаю, блин, такое все. Не знаю, что выбрать. Я хочу показать вот это еще, стаканы. Это что-то тоже невероятное. Потому что они... Так, я готов уже цеплять эти шарики. Они очень красивые. Это, о, это будет на Новый год, что мы пили из них. Да. Я давно искала красивые стаканы. Такие вот, чтобы мне прямо не понравились. Вот эти стаканы... Справились с задачей. Да. Они прямо на все сто мои стаканы. Мне они понравились. Потому что у нас обычные прозрачные стаканчики были. Папа уже цепляет эти шары. Давай показывай, что там еще есть. Что там еще в пакете есть? Салют! Стой, кот! Я думал... Короче, я сегодня накупила хлопушек, салютов различных. Все к Новому году. Счастья, я, конечно, бенгальский огонь не брала. Потому что, мне кажется, у нас есть с прошлого года. Моя почта прикала. Еще у нас есть. Вот это. Это что-то нереальное. Где-то за сто долларов, наверное. Это будет главный наш салют. Смотрите, даже у Дани глаза загонили. Это можно держать. Это можно держать и вот так. Да, реально. Это как вот эти вот беговые пистолеты. Только Дань, давай, начинается марафан. Раз, два, три. Только кота не пускать к этим новым новогодним игрушкам. Дань, помоги папе, пожалуйста. Очень много салютов. И, кстати, клейкая лента, на которую мы венок приклеили. Блин, как это красиво. Смотрите. Мам, сейчас поджигаем вот эту штуку? Нет, не вздумай. Тем более в доме. И на кота. Ты не забудь только убрать вот эти хлопушки, которые ты уже повзрывал, сынок. Класс. И мне кажется, это очень стильно. И даже на кухне будет чувствоваться у нас как-то новогоднее настроение, можно сказать. А кота надо дешевле, а то он сербантин пожирает. Да? А ты давай собери этот сербантин, Тиша. Красиво. Так, есть уже два шара втеплена. А еще сегодня купили арбуз. Тиша меня начал разводить на какую-то игрушку. Сувенирная какая-то игрушка, Дань. Я ему говорю, вот ты откроешь эту упаковку, поставишь, она будет стоять. Потом он прицепился к Hot Wheels. Я говорю, Тиша, у тебя эти Hot Wheels дома, ну, 200 штук, 300, я не знаю, но очень много, да? Коллекция большая. Я говорю, зачем брать еще одну машинку, если ты уже год или два ими вообще не игрался? Зачем? Вот он хотел что-то купить. Я говорю, Тиша, Тиша, хочешь, чтобы я что-то купила? Пойдем выберем какой-то необычный фрукт, который ты не пробовал. Мы подошли, он говорит, арбуз. Я хочу арбуз. Я говорю, ну, давай купим арбуз. Необычный фрукт, который я не пробовал. Смотрите, вот он достал ящик с этими Hot Wheels. И тут реально до половины ящика. Это не все, я помню, что еще такой маленький ящик был набит полностью у нас, правильно? Да, не помню. А Тиша хотел купить еще одну машинку. Выше. Выше. Еще раз. Выше, выше. Вот так где-то, да. Мам, так это вообще не все эти Hot Wheels. А никто не хочет меня похвалить, что я их купила. А никто не хочет меня похвалить, что я их купила. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Дань, а ну глянь отсюда. Очень красиво. Ну не зря же? Не зря. Они такие воздушные, классные. Ну прикольно очень. Так, несу еще декор, который мы в прошлом году ставили на столе. Вот такой вот красивый декор у нас на острове. Не знаю, оценят ли мальчики. Мужчины, которые нас смотрят, но мне кажется, девочки оценят. Смотрите, что мы в здании придумали. Мы эти салюты научились заряжать, если туда засунуть эту снежку. Можно стрелять ей? Да. Так можно играть с котом? Это очень сложно. Я уже начала цеплять игрушки на елку новые. Все, мам, вы меня отпускаете, да? Мы отпускаем Даню, потому что ему нужно готовиться к контрольной работе. Да, не, ну те шары, это вообще, это шедевр, реально. С ними намного красивее стало. Ну правда же. Я их увидела и думаю, это так красиво. Я сначала не понимала, куда их цеплю, но я понимала, что я придумаю, потому что они реально очень какие-то такие гармоничные, идеальные, очень красивые, легкие, воздушные. Вот покажу вам, еще начала цеплять игрушки на елку новые, еще не сняла даже бирки с них. Но мне кажется, елка становится какой-то, да какой-то еще красивее его. Вот обрати внимание. Слушный какой-то. Да, легкой тоже становится какой-то такой, потому что эти игрушки очень классные. Вот эти белые цветочки, они реально смотрятся, по-моему. И вы знаете, наверное, они дорогие, потому что чек у нас был достаточно большой. Мне кажется, одна игрушка может стоить даже гривен там 200, может 300, я не знаю, надо посмотреть по чеку. Но они того стоили. Это очень красивые игрушки. В прошлом году я не купила ни одной игрушки. У нас все игрушки были с позапрошлого года, но в этом году я немножечко решила себя побаловать. Это шарик этот издает. Тиша играет этими снежками. Кот играет снежками. Мне кажется, их нужно докупить, потому что это очень прикольно, эти снежки, да? Кот играет этими, Чесерпанки. Он его ест, он какой-то у нас, он любит пакетики всякие жрать. И пенопласт, я заметила, он тоже любит жрать. Я не знаю, он его глотает или нет, но он точно им играет. Если он ест пенопласт, значит, он не утонет в воде. Точно, ребята, ну чего, это же хорошо. Короче, я от себя хочу... Почем проверять. Хочу поздравить всех от себя с Новым годом наступающим 2022. Ребят, мы вас любим, мы от чистого сердца поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками. Всем пока, отец, наступайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok